Это очень сильный Николас Эндрюс, еще один американец, Эмири Лептин. Ник Эндрюс из Австралии 13.33, личный рекорд, выиграл свой забег 13.56. Лептин выиграл 13.46, личный рекорд 13.32, вот эти спортсмены. Впрочем, вот Дэвид Жибровский из Польши 13.48 установил личный рекорд как раз здесь, в первом круге. У Майкла Николса из Барбадоса 13.62, и Джозеф Дэниэльс из Канады по девятой дорожке 13.56, личный рекорд имеется. Ну вот, конечно, Эндрюс, Лэттин, Лэттин, в первую очередь петендент, ну и кто-то, может быть, преподнесет сюрприз. Вот так, Эндрюс, по четвертой дорожке, Лэттин, по шестой. 13.61 и 13.72, такие пока результаты, проходные по времени. Хорошо в Австралии, но фальстарт, фальстарт. Ну вот, увидели цифры уже не раз, рекорд мира и одновременный рекорд чемпионатов принадлежит Вильяму Белосяну из Франции в 2014 году в Юджине. Он так пробежал. Ну а здесь кто? Кто? Кому дадут? Раз, минус ЮАР во второй дорожке. Ну сейчас уже судьи измерят время реакции. Ну, собственно, когда меньше 0.1, 10, сразу же, видите, раздается второй выстрел. Ну что, все-таки предупреждение спортсмена из ЮАР. Ну вот, судья очень спасибо ему, говорит спортсмен, с добрым таким выражением лица, дал возможность продолжать соревнования. Итак, Таба Маганьель из ЮАР по второй дорожке. 13.55. В принципе, личный рекорд тоже может претендовать на выход в финал. Как напомню, Ник Эндрис четвертая дорожка, Мерилаттин шестая. Два таких явных фаворита. Но, к сожалению, бывает все, и спортсмен из Ямайки упал. В следующем забеге. Итак, третий полуфинал. Опять, по-моему, да. И тут вот это касается спортсмена как раз из Ямайки. И дежур Рассел по третьей дорожке. Такое впечатление. Он понимает, конечно. Конечно, расстроен. Ну, что делать? Ну, как добрый судья, что сейчас. Ну, а здесь опять движение сделал спортсмен из ЮАР. И среагировал на него мгновение. Спортсмен из Ямайки. Но все-таки тут посмотрим, у кого контакт был. Менее одной десятой секунды. Ну, вот уже все собрались. Да, к сожалению, я вижу, красную карточку достает судья. И уже не такое доброе выражение лица. Кого же? Она говорит, не надо. Не надо двигаться, не надо провоцировать. А, снова желтую ему все-таки показывают. Ну, две желтых. Это уже красная. Вот так. Да, жаль. Ну, и в данном случае все-таки справедливо. Ямайский спортсмен здесь просто среагировал на движение. Бегуна из ЮАР жалко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. К сожалению, кто? Канадец сходит с дистанции. Вот ямайский Борис очень хорошо набежал, а австралиец явно сдал на последних метрах. И в итоге вторым финиширует американец, насколько я понимаю. Но результат, результат 13,21 секунды значительно улучшил личный рекорд. Впрочем, посмотрим, каков был ветер. 13,20 даже. 13,20. Это не только личный рекорд, но и рекорд Ямайки среди юниоров. Посмотрите, значительно проиграл он. Собственно, всем, наверное, проиграл спортивной Ямайки. Хотел уже досидеть до конца, но очень мощный барьерист. И потом так здорово набежал в конце дистанции. И американцу просто приходится наблюдать его издалека, с двух метров примерно. Да, 13,20. Новый рекорд Ямайки. У Латтина 13,39. Он был вторым. У Майкла Николса из Барбадоса 13,42. И вот этот результат, как, впрочем, и результат Дэвида Жибровского 13,53. И именно они, эти спортсмены, выйдут в финал по времени. Потому что до этого был 13,61 только лучший результат. Ну что ж, посмотрим, как пробежит он в финале. Я имею в виду победителя третьего. Спасибо.